Зажигательный брейк на руках от Елены Сопрыгиной из Томска буквально взорвал зал. В Абакане впервые проходит сибирский отборочный этап минуты славы для инвалидов. Выступают только лучшие. И чтобы попасть на конкурс, Елена, например, отказалась ехать на паралимпийские игры в Лондон. Женщина мастер спорта по легкой атлетике. Это не легкий выбор, естественно, не легкий. Мне и там, и там охота была. Я думала разорваться мне, что ли, на этом месте, но я выбрала минуту славу. Абакан выбрали еще 53 участника конкурса из 12 регионов Сибири. Мы бросили кличи, и они вот они. То есть люди ограниченные, так будем говорить, здоровье, а на самом деле они не ограничены своих возможностей. Самая большая творческая делегация из Кузбасса. А вот из Алтайского края приехал только один участник. Всего в финал сибирского конкурса вышло три десятка номеров. Как и на любом большом концерте, основная жизнь кипит, конечно же, за кулисой. Здесь готовятся к своему выступлению. И, конечно же, очень волнуются другие артисты. Сейчас вас познакомлю с одним совершенно замечательным человеком. Валентине Козловой 73. Это ее первый такой крупный концерт, и женщина заметно волнуется. На восьмом десятке лет с группой по инвалидности женщина выбрала балет. Танец маленьких лебедей Чайковского. Эту участницу публика полюбила сразу. Я готовила два танца. Цыганочку и вот этот танец маленьких лебедей. На выборах какой выберут. Мы выбрали этот танец. Кстати, классическую музыку конкурсанты используют охотно. А вот популярные мелодии артистам не по душе. Скорее наоборот. Да из трясин болот приползла на Русь попса окуянная. Имя победителя станет известно завтра. Он отправится в Москву на первый канал. На первый конкурс «Минута славы» для людей с ограниченными возможностями. «Минута славы» для людей с ограниченными возможностями.